Редкие монеты и банкноты из фондов Музея Банка России. В картиной галереи открылась фотовыставка «Время и деньги». Посетители найдут ответы на множество вопросов о эволюции денег. Перенеслась в прошлое вместе с гостями выставки Альбина Ламкова. Мы открываем выставку «Время и деньги». События, люди и нравы разных эпох неизменно оставляли свой отпечаток на денежном обращении. К примеру, Россия была первой и единственной державой, которая начеканила платиновые деньги. Произошло это во время правления Николая I. Изготовил их предприимчивый купец Демидов. Эволюция денег, начиная со времен правления Ивана Грозного до наших дней, богатая. Посетители ознакомились с банковским оборудованием, которое используется для обработки и хранения наличных денег. Узнали, как раньше пересчитывали крупные суммы наличности и как это происходит сейчас. Вся история представлена на стендах. Экспонаты необычные, собранные силами сотрудников отделения Банка России по Корчаево-Черкесии. А вот здесь представлен стенд пятитысячных купюр. Пять миллионов легко можно удержать в одной руке. Пятьдесят миллионов уже понадобятся две. А чтобы унести один миллиард, нужна будет помощь. Выставка проходит в нашей республике впервые. Пришли увидеть уникальные экспонаты не только взрослые. Особенности денежного обращения в разные исторические эпохи, процесс изготовления монет, пересчет и защита денежных знаков вызвала интересы и у детей. Как тебя зовут? Рауль. Рауль. Скажи, тебе интересная история денег? Да. Что ты сегодня узнал? О деньгах. При непосредственном участии отделения Банка России выпущено в обращении три памятные монеты. Они тоже были представлены на выставке. Особое место в экспозиции занимают монеты, посвященные Корчаевой Черкесии. Также мы представляем несколько интересных экспонатов, которые собрали сотрудники нашего отделения. В целом, организация такого достаточно крупного мероприятия – это часть масштабной работы, которую проводит Банк России в рамках историко-культурного просвещения. Гости выставки увидели фотографии необычных предметов хранения и транспорта для перевозки ценностей. Древние и редкие деньги смогли проследить становление счетной техники от простейших устройств до современных комплексов. Надо сказать, что и сейчас процесс усовершенствования состава денежной бумаги не остановлен. Для производства, выпуска и хранения денег используют высокие технологии. Было отмечено на открытии выставки. На сегодняшней выставке представлены действительно ценные, уникальные экспонаты. Это монеты, выпущенные монетным двором Центрального банка России. Кроме монет, банкноты вызывают чувство оживления, потому что они несут намного больше информации. Это представители яркого примера мастерства отечественной полиграфии. В оформлении банкнот сочетают красоту и практичность. К выбору формы и размера монеты и купюр относятся скрупулезно. Все сомнительные денежные знаки, которые в кредитные организации поступают от населения, все, что порванное, обожженное, сомнения в подлинности, все приходят ко мне, и я даю заключение. В день открытия выставки предусмотрели мастер-классы. Эксперты отделения рассказали и о том, как защищают деньги от подделок. Объяснили, как в наши дни можно самостоятельно проверить банкноту на подлинность. Альбина Ламкова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Корчаево, Черкесия.